Дмитрий Карепанов, директор школы Евгений Малышев Сергей Шарабокров на чемпионате мира выиграл серебро. Наверное, радовался весь район и как отмечали Дмитрий? Да, конечно, радовались все. Мы смотрели, кругу семи смотрели, болели скромненько, держали кулачки, конечно. Очень радовались, знали, что он сможет быть в призах, знали, мы это чувствовали. Потому что это было уже видно с первого старта, если можно так посмотреть. Мы без тренировок его сразу увезли в Вежевск. Это 2014 год, он стал сразу третьим, это без тренировок. Он прошелся уже среди спортсменов, он уже готовится не год, не два, не три, уже больше готовится. То есть это талантливый просто человек, талантливый спортсмен. Да, это первый старт, уже третье место сразу. И вообще у него характер спортивный, настоящий, бойцовский. Ведь пройти дистанцию, участвовать, дебютировать на чемпионате мира и выиграть серебро, это, наверное, дорогого стоит. Ну, в Шарканской легкой атлетике, я знаю, Сергей Шарабоков не единственная звездочка. Кто еще вашу школу прославляет и на российской международной арене? Конечно, у нас легкая атлетика, в частности спортивная ходьба именно. Раз у нас специалисты есть по спортивной ходьбе, у нас действительно процветает спортивная ходьба. На сегодняшний день у нас членами сборной Российской Федерации по спортивной ходьбе являются Турова Юлия и Вахрушев Максим. Они являются на сегодняшний день членами сборной Российской Федерации по спортивной ходьбе. Ну, также у нас неплохие результаты на уровне республики. Последний год город Воткинск, детский фестиваль школьников. Мы среди 34 команд, среди всех сельских и городских команд заняли первое место. Вы вообще просто молодцы. А какие спортивные дисциплины легкоатлетические в Шаркане все-таки развиваются? Подробнее немножко. Так, ходьба это однозначено. Ходьба у нас была. В приоритете, так скажем. Да, она есть. Сейчас у нас очень хорошо развивается это спринт 400-800 метров. Ну, 800 я еще включаю спринтовскую дистанцию. Есть у нас и свои звездочки уже. Это Хабаровеля и Рябкова Дарья. Они как раз бегают спринт. Это молодые еще ребята, школьники. А технические какие-то дисциплины, например, развиваются, предположим, я не знаю, барьерный бег, прыжки высоту в длину, шиповки юных, как ваши ребята выступают. В прошлом году мы тоже заняли вообще командное пятое место. И у нас есть победитель Шарбоков Кирилл этих соревнований и призер третье место Амелин Леонид. Слушайте, ну, матьцы, у вас такая богатая прямо школа на традиции хорошие, на ребят молодых, перспективных. Ну, лыжные гонки – это вообще отдельная тема, отдельная песня. Максим Валикжанин, Екатерина Воронцова, Николай Хахарьков, гордость Удмуртии. Ну, а кто в ближайшем будущем придет им на смену? Да, совершенно верно. Лыжные гонки для Шаркана – это отдельная тема. Ну, нужно сказать, наверное, первая звезда – это Шарканского района по лыжным гонкам. Первая звездочка вышла – это Владимир Никитин. Вот еще даже забыли. Это чемпион мира 1982 года. Серебряный призер Олимпийских игр. Серебряный призер Олимпийских игр 1984 года. Вот после этого был, так скажем, перерыв у нас. После этого появился Максим Валикжанин, трехкратный серебряный призер наших сочинских игр. Ну, а из подрастающего поколения у нас сейчас тоже работают, к слову нужно сказать, что работают молодые тренера, преподаватели, как вот Дмитрий Николаевич. Да, и лыжники тоже у нас сейчас очень хорошие ребята растут, члены сборной Удмуртской республики. В прошлом году ребята ездили на соревнования тоже, попадали в десятку. Ну, самый лучший результат был четвертое место на чемпионате России у школьников. Вот это уже успех уже у ребят-школьников. Да, поэтому лыжные гонки у нас на сегодняшний день, может, чуть уступают легкой атлетике, но она, скажем так, на стадии восстановления тех традиций, которые у нас были в Шарканском районе по лыжным гонкам. А скажите, вот, пожалуйста, Дмитрий, я понимаю, что вне сезона все равно какие-то тренировки, разнообразие вы вносите в тренировочный процесс. Вот ваши легкоатлеты выходят на лыжную трассу. Кстати, она у вас очень хорошая, трехкилометровая и освещенная, кажется. Вот расскажите немного о условиях. Да, у нас по вечерам, получается, сможем делать игровую тренировку в зале, а можем и на лыжах выйти с группой. Значит, покатаемся мы там за горбки. А вечерами, вот, например, народ вообще на селе выходит на лыжную трассу, вот она на самом деле заполнена, она освещенная, то есть можно до вечера кататься, получается? Очень много народу. Очень много, да? Действительно, у нас такой наплыв в вечернее время именно населения, в связи с тем, что у нас в районе, в самом селе Шаркан, проводится, так скажем, райцентрская спартакьяда. Да, и там все, без исключения, те предприятия, которые у нас именно в селе Шаркан есть, их набирается порядка 18 команд, они все выступают на соревнованиях. Ну, соответственно, и раз выступать на соревнованиях надо, ну, хочешь, не хочешь, идешь уже кататься вечером на лыжне. Ну, и удовольствие ведь это огромное доставляет. Да, конечно, ну, если заодно, раз родители идут, то, соответственно, уже дети за ними тоже тянутся. Евгений, а вы сами чем занимались? Ну, я сам тоже занимался лыжными гонками. Лыжными гонками? Ну, к сожалению, я не кандидат в мастера спорта. Неважно, но главное, занимались и знаете, что это такое. Ну, наверное, вы с нетерпением ждете и роллерную трассу. Да, это у нас отдельно, наверное, самая большая тема, самое большое желание у нас, конечно, построить региональный центр в селе Шаркан, о чем уже заявляли первые лица нашей республики. Ну, я думаю, что оно у нас будет, действительно, потому что, если в целом посмотреть, то для лыжников лыжероллерная трасса это основная летняя подготовка для них является. И сегодня в районах ни у кого нет такой лыжероллерной трассы, которую, я думаю, что мы построим. В 2019 году как раз вот этот проект. Сразу хочу дальше продолжить, раз это тема лыжных гонок, то традиционно у вас Шаркане проходят соревнования на призы Максима Бликжанина. Это и хороший пример, и хороший стимул для ваших молодых ребят. Сколько собирается обычно на таких вот турнирах? Максима, наверное, просто вот обступают и прохода не дает. Да, конечно, Максима очень ждут, когда он приедет. Тем более, скажем так, даже республиканские соревнования с таким призовым фондом у нас, наверное, один-два только можно сказать, с которым он проводит. Ребята очень желают выступать на этих соревнованиях, ждут этих соревнований. Приезжает практически вся Удмуртская республика. Ну, в последнее время, в связи с тем, что он на Югдоне проводит свои соревнования открытые первенства республики, приезжают с разных регионов. А года три-четыре тому назад, когда не было еще республиканских таких соревнований, к нам приезжали из Татарии, из Свердловска, из Перми. То есть на уровне района вот такие соревнования проводили. Что ребята вот говорили после общения с Максимом? Вот наверняка они там хотим как он, хотим таких же медалей. Что они рассказывают? Конечно, они в некоторый раз даже, как в поговорке есть, не веришь, ущипни. Даже до такого доходит, что автографы когда раздают. Конечно, у них после этого мероприятия загораются глаза. Они тоже хотят достичь каких-то результатов, добиться, как Максим, чтобы медальки у них такие же были красивые. И, ну, соответственно, это, конечно, когда Максим привозит отдельную экипировку для нашей лужной спортивной школы, для наших членов сборной района. Это для ребят, конечно, очередной стимул, чтобы попасть в члены сборного района, республики и так далее. Ну, теперь и у Сергея Широбокова наверняка есть поклонники в Шаркане. Тем более, что вот этой осенью тоже прошел старт, да? Сколько он тоже собрал ребят. И формат там немножко был такой необычный, интересный. Даже была проведена эстафета скороходов. Вот расскажите все подробно. Вот давайте начнем все эстафеты. Давайте. Я уже сам не занимался ходьбой, так, играл, бегал с детьми. Но меня ребята заставили тренироваться, чтобы я прошел ходьбой сам. Ну, заставили, прошелся. Стали мы вторыми. Первая стала команда Ижевска, город Ижевск. Второе место Шаркан. И третье место, то Шарканская команда. Вторая Шарканская команда, команда Баги. А насчет соревнований. Дети, когда я сказал, что у нас соревнования будут насчет, призы Сергея Шарабокова, ждали этих соревнований. С нетерпением просто. С нетерпением ждали, да. И тоже ущипнуть хотели. Да, конечно, спрашивали, какие у нас призы, что нам будет Сергей дарить, какие награды. Да, 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 да. Такой, интересно. Меркантильный. Сергей у нас, он тренировался с нами в группе, его все знают, так же общаются, как у меня друзья. А это традиционно такой турнир будет, как вы думаете? Да, да, Сергей сказал, что будем проводить каждый год. Ежегодно. И новые звездочки открывать. Зажглись новые звездочки. Вот кто вам, как мастеру спортивной ходьбы, тренеру, вот приглянулся уже? Только мы и приглянулись очень хорошо. То есть вы их серьезно по-хорошему тренируете и настраиваете, да, видимо, на результаты. Ну ничего. Теперь еще, какие спортивные направления в вашей школе развиваются, Евгений, и какие бы перспективы вы открыли? Ну в перспективе, наверное, у нас неплохо. На сегодняшний день тоже молодой тренер пришел, работает у нас по волейболу. На сегодняшний день тоже неплохие результаты уже показываем. Если до сего, до этих лет у нас не было таких результатов, что выход в финал, в полуфинальные соревнования республиканских, то на сегодняшний день мы завсегда-то и полуфиналисты республиканских соревнований по волейболу. Так, еще. Ну, конечно, хочется и другие виды подтянуть, но все, как говорится, очень сложно у нас с финансами, а тем более с выездом на соревнования, потому что в первую очередь вопросы возникают по транспорту, по выезду. Но тем не менее, чтобы ребятки были задействованы после занятий в школе, могли прийти и выбрать секцию по душе, вот что бы еще открыли, чем интересуются шарканские ребята? Может, я не знаю, аэробикой, тяжелой атлетикой, может, скалолазанием? Ну, детям-то сейчас больше нравятся как раз игровые виды спорта, потому что в тех видах спорта, которых мы достигли определенных успехов, это, можно сказать, лошадиные виды спорта, там нужно действительно очень сильно трудиться. Да, монотонная, тяжелая, изо дня в день работа. А в игровых видах спорта как-то полегче, ребята отходят от нагрузок, видимо. То есть вот именно баскетбол, волейбол, возможно, гонбол. Ну, в гонбол-то у нас... Футбол. Мини-футбол, дети очень любят играть в футбол. Это действительно народная игра, дворовая игра. Лапта, национальные виды. Да. Какие развиваются, кстати? По русской лапте, кстати, тоже, если сказать, в прошлом году у нас тоже ребята выходили в полуфинальные соревнования, а девочки в республике заняли шестое место. Это тоже хороший успех. То есть результаты в игровых спорте тоже у нас есть. Дмитрий, немножко о ваших коллегах. Сколько у вас в школе работает, и что это за люди, что их отличает, ваших коллег? Работаю. Во-первых, я на работу иду как к себе домой. Вот коллектив мой, мои друзья, молодые тренеры тоже, мои одногодки. Главное, что я, получается, на работу и идем мы... Как на праздник? Как на праздник, да. По работе. Ну, также обращаемся мы за помощью, за советами к старшим тренерам. Без них никак. Работает со мной и мой первый тренер, это зам директора перевозчиков Владимир Андронидович. Я до сих пор к ним обращаюсь за советами. У вас очень хороший штат. Ну, и какие задумки еще, планы на будущее? К чему стремимся, Дмитрий? Задумки? Очень хочется, чтобы у нас было покрытие резиновое на стадионе. На стадионе. Покрытие будет, и шиповки, и все у нас, все будет. И технические виды под тянем. Конечно, конечно. Ну, у нас как раз в рамках строительства оригинального центра по лыжным гонкам у нас и предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Это ФОК будет у нас большой спортивный зал, 36 на 24. Вот, я думаю, как раз будет для легкоатлетов под спорье в зимнее время заниматься, то есть полноценный тренировочный процесс проводить в зале. Ну что ж, успехов вам в дальнейшем. Наша программа, к сожалению, у стекла. Я с вами прощаюсь. Удачи. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин